Привет, YouTube! Саша Гура. Сегодня расскажу тебе о том, как создать стрим на Амуберт. Начну с того, как оформить идею, как придумать её. И закончим тем, как сэмплы лупы загрузить на сам сервис. Погнали! Смотри, чтобы поиметь максимум свободы, давай накидаем ряд ограничений, которые нам в дальнейшем будут помогать. Я думаю, что мы начнём с моего любимого темпа, он будет у нас 108, выберем тональность. Соль, пусть это будет мажор. Мне нравится очень подходить к стриму с какой-то концепцией. Пусть это для меня всегда эксперимент, и я с такой детской... Как ребёнок, в общем, радуюсь, когда начну делать, потому что мне не нравится работать в стол. Поэтому, когда я экспериментирую, оставляю сэмплы лупы, и если получается действительно что-то интересное в ходе этих экспериментов, то я их заливаю на мувер, и, блин, это круто. Я тут для нас заготовил гифку, и я бы хотел попробовать её озвучить. Пусть это будет что-то такое о непостоянстве и изменчивости нашего мира, и осознании того, что время идёт, всё меняется, и это прекрасно. Предлагаю начать. Вообще, я такой странный человек, наверное, потому что я работаю сразу в двух секвенсорах. У меня есть Logic и у меня есть Ableton. В основном делаю именно в Ableton'е музыку, но вот мне нравятся некоторые плагины в Logic'е. И, пожалуй, мы начнём с Logic'а. Я хочу сделать такую опору из пэда. Предлагаю делать всех лупов по три штуки. Что я конкретно имею в виду сейчас, ты поймёшь, чё идти позже. Пусть это будет такой большой 32-тактовый луп. И мне хочется, чтобы один из лупов был такой большей атмосферы, что ли, для того, чтобы, когда я сочинял следующую партию, можно было на него так основательно опереться. Хочется его вывести лоупас фильтром. У нас будет небольшой стрим, можно и вручную пописать автоматизацию. Это придаёт всегда живость. Небольшой момент, я забыл выставить темп. Темп. Угу, 32 такта, там 180, всё отлично. У нас именно генеративный трек, поэтому будем делать разнообразие за счёт какой-то обработки. Лидом у нас будет некоторое арпеджио, может, мелодия. Ну, вот мне сейчас мысль пришла. Попробовать для интереса скопировать предыдущую нашу пэдовую партию и послушать, как это будет звучать. По-моему, странно, но интересно. Я думаю, что мы такой подход сохраним для всех трёх пэдов и для всех трёх лидов. Ну и ещё один элемент. Мне кажется, компрессия лёгкая не навредит. Везде можно продублировать. Прямо с такими же настройками. Я думаю, что с пэдами и лидами финиш. Я уже придумал название стрима. Я думаю, что название очень так определяет, в какую сторону будут развиваться мысли. И вот я уже всё перенёс в Эбблтон. Здесь я уже успел немножко набросать ритмическую секцию. Это бочка, клэпы, хай-хэты, перкуссия. Нам осталось записать миды. Для мидов я выбрал пианино. Будем играть на фоно. И ещё нужно будет сделать спецэффекты. Вот, я говорил о названии, что название очень помогает выбрать нужное направление. Вообще, я немножко заморочен на названиях. Стараюсь выбирать название не с потолка. Я думаю, что мы назовём этот стрим, глядя на нашу с тобой гифку. Вообще, не стыдно чего-то не знать. Вот я сейчас воспользуюсь Google-переводчиком, потому что не знаю, как это сказать по-английски. Happy Orb. По-моему, супер. Давай я тебе покажу, что вообще я тут набросал. Ну, бочка очень определяющая такой рисунок. Даёт окрас. В общем, клёво. Как раз мы всё быстренько проверили на совместимость. Все сэмплы, все лупы сочетаются между собой. Они немножко разные, но в то же время чем-то похожи. Кстати, я вот использовал небольшую хитрость. Я использовал для этого стрима свой собственный сэмпл-пак, где у меня уже есть мои бочки, мои клэпы, как и сэмплы, так и лупы. Вот, я их использовал. Это помогает найти, что ли, своё какое-то звучание. В качестве мида я буду использовать фоно. Ну, можно тоже, кстати, порулить вместе звук. Я вот никогда жёсткое пианино не компрессировал, поэтому вот почему бы не попробовать. Аналоговые компрессоры делают звук теплее. Мне, наверное, так эта бочка нравится. Я, наверное, сейчас третью партию тоже снизу. Класс вообще. Не хочу заслушать класс. Слушаем вместе, как сгенерирует мобер. Пишем. Вот ещё такая мысль. Может попробовать как-то сатурировать пианино? Посмотрим, что из этого получится. Хм, куда поставить? Сатуратор перед компрессором или после? Попробую перед. О, да. Сейчас сделаем три FX на основе того, что у нас уже есть. Предлагаю сделать один FX с бочки. С ревером. Интересно, как это прозвучит. По-моему, интересно. Класс. FX готов. По-моему. Всё. Итак, я выгрузил сэмплы с Ableton. Для удобства их поминовал. Указал темп, тональность, кто сделал и тип инструмента. На сайте Muberth Pro, это сайт для музыкантов, здесь есть подробный гайд, как что делать. Советую его прочитать. Советую его прочитать. Всё очень подробно и понятно написано. Ну и вообще всё достаточно интуитивно. Осталось самое важное. Давай загрузим сэмплы на сайт. Вкладочка создать стрим. Сейчас быстренько всё заполним. RPM 108. Активность. Я думаю, что Dream. Релаксировать под такие интенсивные бочки очень тяжело. Но помечтать, я думаю, что можно и погулять. Жанр chill. Бочка такая, как в техно, наверное. И pet такой атмосферный характер, поэтому я выбрал бы жанр атмосфер. Можно сразу вернуться к нашей гифке. Выбираем тональность. Scale, мажор, настроение. Вот такой вот мой своеобразный happiness. Облачный. User tag не хочу прописать. Осталось подождать. Магия монтажа. Готово. Так, и остался очень важный момент. Указать, где какой инструмент. Указал бас. Клэпы. FX. И всё остальное. Внимательно проверяем. Ну и самый приятный момент. Это первый запуск стрима. По-моему, зачетно получилось. Ссылку на этот стрим я оставлю в первом комментарии. Ну а я прощаюсь с тобой. Увидимся в следующих выпусках. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok